Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Валерия Муратова. Прямо сейчас я познакомлю вас с самыми интересными событиями из жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. 12 представителей КФУ признаны стипендиатами конкурса лучших инновационных идей. Татарстанские школьники поговорили с президентом Российской Федерации. Всероссийский форум высоких технологий прошел в Казанском Федеральном Университете. 12 представителей КФУ признаны победителями стипендиатами конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», где в число лучших вошел проект учащегося IT-лицея КФУ. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 13 декабря в Казани подвели итоги 14-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан и наградили его победителей. В общей сложности участники подали 1944 заявки. От 5 до 10 победителей выбирали в 9 номинациях. Участие в церемонии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Эти проекты не могут замыкаться контуром только республики. Мы должны смотреть глобально, как привлекать, так и продвигать наши проекты по всему миру. Рустам Миниханов наградил победителей в номинации «Перспектива», где в число лучших вошел проект учащегося IT-лицея КФУ Данила Юдина. 12 представителей КФУ вошли в число победителей 14-го конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Проект предполагает применение блокчейн-технологий в финансовом секторе Республики Татарстан. Их применение позволит оптимизировать и расходную часть, и сформировать такую систему хозяйственных операций, которые предполагают ликвидацию каких-либо схем. Хотела бы донести до людей, что не стоит принимать решения самостоятельно в своем лечении. Нужно все-таки обращаться к медицинским работникам и не наносить вред своему же здоровью. От Казанского федерального университета было подано 28 заявок. В этом году в университете решили сделать акцент на качестве подаваемых проектов, а не количестве. Я хочу сказать, что несмотря на то, что количество заявок было небольшое, конверсия заявок по победителю оказалась на 44%, когда средняя по Татарстану 9%. В рамках 14-го республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» настояло заседание Расширенного попечительского и наблюдательного совета Инвестиционного венчурного фонда Республики Татарстан, касающегося дальнейшей деятельности фонда и его взаимодействия с вузами Татарстана. Было принято решение, которое мы давно лоббировали, которое мы совместно с венчурным фондом обсуждали, именно создание независимой структуры, которая бы взяла на себя функцию предпринимателя в проекте. То есть, когда наши ученые бы занимались тем, что они должны заниматься генерацией знаний, а продвижением продуктов на рынке и их коммерциализацией занималась специализированная структура, которая сейчас принято решение создать. Это центр, межвузовский центр трансфера технологии. На данный момент формируется комиссия по разработке концепции создания центра трансфера технологии. Ожидается, что к российскому венчурному форуму, которая состоится в апреле следующего года, она будет представлена. Сейчас КФУ является одним из четырех основных вузов, которые вошли в начальную структуру. Но я хочу сказать, что структура открыта, она подразумевает вовлечение всех заинтересованных университетов, но я думаю, что ключевую роль все-таки будет играть наш университет. Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» проводится в этом году в 14-й раз. На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана. В Казани стартовал второй чемпионат профессионального мастерства в сфере информационных технологий Digital Skills. Особенностью чемпионата стало участие юниоров в возрасте от 14 до 16 лет по ряду компетенций. О проведении этого мероприятия узнаете в следующем сюжете. В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» состоялась прямая видеосвязь президента Российской Федерации Владимира Путина с татарстанскими школьниками с площадки второго отраслевого чемпионата по стандартам World Skills в сфере информационных технологий Digital Skills. В этой конференц-связи участвуют из нашего лицея Максимов Алексей и Лукьянов Артур. Эти молодые ребята у нас активно занимаются информатикой, побеждают на всевозможных конкурсах. В частности, они были на турнире по информатике на Международной Олимпиаде в Болгарии, город Шумен, и там завоевали бронзовые медали. То есть они неоднократные участники всероссийских конкурсов, очень талантливые ребята. Преимущество мероприятия – его образовательный онлайн-формат, который дает возможность старшеклассникам со всей страны познакомиться с отраслями и профессиями будущего и принять участие в различных дистанционных формах работы. У нас в лицее большое внимание оказывается олимпиадному движению. И сегодня на прямую линию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пригласили победителя и призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады по информатике 2017-2018 учебного года. Здесь же присутствовали ученики IT-лицея КФУ и школы-интернаты лицея имени Лобачевского, а также заместитель премьер-министра республики Татарстан, министр образования и науки Рафиз Бурганов. Наши ребята не отстают от своих сверстников, идут соревноваться по тем же программам. И уже сам факт того, что здесь на этих соревнованиях участвуют в течение конкурса представители из 14 стран, которые приехали потренироваться в программе WorldSkills, в программе Digital. Это говорит о том, что уровень соответствующий мировым стандартам. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюс. В IT-лицее Казанского Федерального Университета собрались самые подкованные школьники России в области IT. Участники представили свои проекты. В программе форума тренинги, мастер-классы, лекции от ведущих специалистов в сфере естественных наук и компьютерных технологий. Об этом наш следующий сюжет. На площадке IT-лицее Казанского Федерального Университета прошел Всероссийский форум высоких технологий. Ребята приезжают со своими проектами. В первый день у нас идет такая фидбэк-сессия. Приходят эксперты из этих парков, представители института. Ребята рассказывают свои проекты и получают такую обратную связь по проекту. А второй день уже соревновательный, где определяется победитель-призера. Поэтому ребята не только получают ценные призы, но и большой опыт. В форуме приняли участие 120 школьников, которые представили свои проекты. На Казанфорум ДОК я представил свой проект History Go, который помогает игрокам стать более эрудированными. Свои таланты и навыки школьники смогли проявить в разных секциях. В этом году у нас стало больше таких информационных секций. У нас добавилась такая секция, как «Умный город» и «Интернет вещей». Кроме того, на данном форуме у нас представлены секции по робототехнике, по программам обеспечения и мобильным приложениям, по веб-разработке информационной безопасности и бизнес-проектам, где участвуют различные бизнес-компании. Форум нацелен на повышение интереса учащихся в проектной деятельности и продвижение проектов талантливой молодежи в сфере естественных наук и IT. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Учитель должен быть не только профессионалом и любить свое дело, но и уважать учеников разных национальностей. Поэтому в Институте психологии и образования КФУ особое внимание уделяется теме учителя в мультикультурном мире и проводится ежегодный конкурс. Об итогах расскажет Анна Глазунова. В Институте психологии и образования КФУ КФУ наградили победителей и призеров международного конкурса «Учитель в мультикультурном мире». Наш Институт психологии и образования работает по проекту «Учитель 21 века». Это значит учитель, который может работать с детьми-мигрантами в мультикультурной школе, в этничной среде. Поэтому идет подготовка именно вот такого вот учителя. Международный конкурс проводится уже в третий раз. В этом году участие приняли 132 конкурсанта. Это учащиеся с 9 по 11 классы и студенты с разных городов России, а также участники из зарубежных вузов. На конкурсе было представлено 128 исследовательских, проектных и творческих работ по пяти номинациям. Самое большое количество конкурсных работ поступило от студентов Казанского федерального университета. Стараемся поощрять те работы, которые являются оригинальными, во-первых. Во-вторых, чтобы они были научными. И в-третьих, чтобы в них было применение, то есть возможность практического применения данной наработки или данной разработки непосредственно в педагогическом процессе. Все работы участников проверяли сотрудники Института психологии и образования КФУ. Всех лауреатов и победителей торжественно наградили дипломами. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотри нас в социальных сетях и узнавай больше интересных новостей. Всем пока!